Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Восточная часть Югры готовится развернуть дополнительные ковидные госпитали. Югорские ученые-экологи вместе с нефтяниками разработают мероприятие по сокращению выброса парниковых газов в атмосферу. Семейная пара из Нижневартовского района под давлением настойчивых мошенников лишилась 10 миллионов рублей. И обо всем подробнее прямо сейчас. Губернатор Югры Наталья Комарова сегодняшнюю прямую линию посвятила проверке исполнения ранее данных распоряжений. Одной из проблемных точек стал Сургутский район. В поселке Белый Яр жители многоэтажки уже три года не могут решить вопрос теплоснабжения. По словам собственников, температура в квартирах зимой опускается до 10 градусов. На протяжении нескольких лет жители дома обращались в управляющую компанию и администрацию поселения. Но вопрос так и не решился. Зимой одна из жительниц на прямой линии с губернатором озвучила эту проблему. Еще тогда глава региона поручила администрации Сургутского района решить вопрос с недопоставкой тепла. Прошло несколько месяцев, а жители так и не увидели изменений. Мы ввели разговор с Трубецким Андреем, сказали, взяли на контроль. Буквально через неделю ко мне пришли наши управляющие компании, сняли тепловизорную температуру, написали акт и все, ушли. Прошло время, помочь мне никто ничем не помог. Я уже с расстройства пошла туда и говорю, вы мне хотя бы сделаете перерасчет за эти три месяца, январь, февраль, март. Написала заявление, что мне было отказано. Вы им сказали, люди, переезжайте, пожалуйста, из аварийного жилья, вот вам ключи, все замечательно. Люди приехали, а там ничего замечательного нет. И говорят нам с вами, я жил в аварийном жилье и сейчас живу. Нет, я не перестаю страдать от удобства, неудобств. При этом плачу за коммунальные услуги в полной мере, без оговорок и коэффициентов. Это еще одна тема. Попрошу, Владимир Анатольевич, на нее обратить внимание и понудить управляющую компанию пересчитать за невыполненные услуги. К ноябрю этого года в округе должна быть сформирована нормативно-правовая база для проведения догазификации. Речь идет о подключении частных домовладений от уже проложенных по улицам магистральных трубопроводов. Задачу проведения догазификации поставил президент еще в своем апрельском обращении. А на последней прямой линии он еще раз подтвердил, что подводка трубы от магистрали до участка будет делаться бесплатно. По предварительным данным, на сегодня в Югре догазификация требуется для больше, чем 10 тысяч домов. Но, как говорят специалисты, число это вырастет. Сейчас в округе действуют 14 отдельных газораспределительных организаций. Вместо них будет создан единый оператор, который будет заниматься вопросами подключения. Завершить проект планируется в течение ближайших полутора лет. Основная загрузка сейчас – это поиск источника. Мы понимаем, что газификация сопряжена с значительными затратами. При этом эти затраты должны быть включены в тариф, но тариф для населения не должен измениться. Поэтому это будет некая спецнабавка. Пока эта информация в работе находится, я думаю, за счет этой спецнабавки, за счет того, что принято решение определить единого участника рынка, то я думаю, что для населения, а, не должен измениться тариф, б, должен появиться нормальный механизм, который позволил выполнить эту работу. Наталья Комарова встретилась с торговыми представителями России в иностранных государствах. Познакомиться с инвестиционным климатом региона в Ханты-Мансийск приехали торговые агенты Бельгии, Люксембурга, Армении, Сербии, Ирана, Узбекистана и Азербайджана. В частности, губернатор обсудила с гостями округа перспективы сотрудничества в несырьевой отрасли. В том числе в сферах креативных индустрий, инноваций, пищевой промышленности и машиностроении. Отмечу, для партнеров в округе сформированы инвестиционные предложения, а также действуют разные виды помощи, обеспеченные региональным законом. Так, в апреле Югра подписала соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Победа-1». Оно касается создания в округе производства белковых компонентов для питания новорожденных. В рамках соглашения регион компенсирует компании часть затрат на реконструкцию здания, ремонт и приобретение оборудования. Отмечу, что в ходе встречи губернатор предложила торговым представителям присоединиться к работе инвестиционного клуба Югры. Это новая такая площадка, которую мы создали в регионе. В этом году выстраиваем отношения с предпринимательским сообществом, создавая возможности минимального расстояния между органами власти и возможности решения вопросов, которые они заинтересованы. Первое заседание его состоится 5 июля в Екатеринбурге на инопроме. Если вы будете участвовать, добро пожаловать в наш клуб, у меня заседание его будет первое и выездное, и высокого статуса, потому что он будет проводиться при поддержке Минпрома и клуба молодых промышленников. 132 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. В Сургуте заболели 24 человека, в Ханты-Мансийске 15, в Нягоне 14, в Нижневартовске 13, в Нефтьюганске 11 заболевших. Случаи заражения выявили еще в 13 муниципалитетах. У 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции 1,15. Состояние 92 пациентов тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 810 человек. За сутки вылечились 72 человека. А за весь период пандемии 58 062 югорчанина. Депздрав Югры готовится развернуть дополнительные ковидные госпитали в восточной части региона. Сейчас из имеющихся 250 ковидных коек в инфекционном госпитале Нижневартовска 194 заняты. Лечение здесь проходят не только жители столицы Самотлора, но и Лангипаса, Мегиона, Радужного и Нижневартовского района. Об этом глава окружного Депздрава Алексей Добровольский рассказал на онлайн-встрече с журналистами. Главный врач региона отметил, что при ухудшении ситуации дополнительные койки развернут на базе первой городской больницы. Также рассматривается возможность разворачивания госпиталей в небольших городах восточной части округа. Всего в ковидных больницах Югры лечения от коронавируса проходят 953 пациента. Как отметил Алексей Добровольский, всплеск заболеваемости не отразился на оказании плановой помощи. Тем временем в Югре продолжается вакцинация против коронавируса. В последние дни июня в Югру поступило 60 900 комплектов вакцины от коронавируса. Об этом сказала губернатор Югры Наталья Комарова на онлайн-встрече «Обратная связь». По данным, на 22 июня прививки сделали 303 385 человек. Это почти 40% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Ежедневно прививки делают около 5000 человек. В Ханты-Мансийске пока работают только стационарные кабинеты вакцинации. Прививку можно сделать в трех пунктах, в том числе на базе Центра здоровья. Именно здесь сегодня вакцинировался первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков. Прививка – это способ для всех нас защитить себя от этой очень неприятной болезни. И если мы все вместе, как общество, не получим коллективный иммунитет, то мы, я боюсь, не сможем преодолеть третью, четвертую, пятую волны. Посмотрите, что происходит во всем мире, что происходит даже в Москве, в нашей столице. Очень много людей болеет. Это действительно очень опасная, очень коварная болезнь. Поэтому, мне кажется, это элемент, с одной стороны, коллективной ответственности, а с другой стороны, для каждого человека это также личная защита. Это как на корабле иметь спасательный жилет. Конечно, можно без спасательного жилета, но все мы знаем, что последствия могут быть очень тяжелыми. Газпром «Нефть», «Хантас» и Югорский государственный университет проводят совместные исследования южной части Приобского месторождения. Специалисты изучают влияние природных экосистем на количество парниковых газов. Результаты станут основой мероприятий по сокращению выбросов углекислого газа в окружающую среду. Подробнее расскажут мои коллеги. Мероприятия по исследованию парниковых газов начались 17 июня. На территории месторождения определили 90 точек, на которых необходимо провести наблюдение. 11 дней три группы ученых будут собирать необходимую информацию. Им предстоит оценить площади разных типов экосистем, описать все разнообразие растительного покрова и типы ландшафтов, а также исследовать выбросы углекислого газа и метана. Те точки, которые мы выбираем, они привязаны к определенным типам растительных сообществ, к определенным типам болот. И если мы будем знать площади этих типов, мы можем экстраполировать данные этих измерений уже на территорию. Собственно, наша задача состоит в том, чтобы наполнить вот этим содержанием картографическую основу, с тем, чтобы иметь возможность экстраполировать данные инструментальных измерений на территорию лицензионного участка и всего месторождения в целом. Газпром «Нефтьхантас» стремится к снижению общего объема выделяемых парниковых газов в регионе. Как уже показывают данные исследований, на Приобском месторождении есть большое количество экосистем, для нормальной жизнедеятельности которых необходим углекислый газ. Также в них большой запас углерода. Исследования должны определить общее количество выделяемого газа, необходимого для жизнедеятельности экосистем. Выбросы СО2 и метана сократят, отталкиваясь от особенностей каждого участка. То, что «Нефтьхантас» с нами сейчас работает для того, чтобы такую методику разработать, это будет таким передовым словом. И, возможно, на основе вот этого опыта «Нефтьхантас» может выйти с какими-то инициативами, для того, чтобы и другие компании тоже работали следующим образом. Это дороже, но в перспективе это окупается. По словам ученых, все экосистемы Приобского месторождения поглощают углекислый газ. Задача «Газпромнефтьхантаса» — минимизировать возможные нарушения. Результаты исследований будут широко применяться в работе. Так «Газпромнефтьхантас» станет первой компанией в России, которая будет учитывать особенности поглощающих способностей экосистем. Развитие науки и в целом применение уникальных методов на территории «Газпромнефти» являются одной из наших ключевых позиций. А так как наши объекты все-таки расположены в примерно верно одинаковой климатической зоне, примерно верно одинаковой зоне расположения водно-болотных угодий, мы понимаем, что наши дочерние общества, наши коллеги, могут после опробирования данного метода у нас в «Хантасе» применить его на своих месторождениях. Итогами исследований станут рекомендации для организации работы на месторождениях. Полученные данные помогут правильно разместить объекты инфраструктуры, сохраняя места с богатыми углеродными экосистемами, а также планировать размещение линейных объектов в болотистой местности. В Кагалыме приступили к строительству новой котельной, которая обеспечит теплом жителей всей левобережной части города. Сейчас эти функции возложены на три объекта, которые ввели в строй 35 лет назад. Новая котельная будет выдавать 53 мегаватта вместо сегодняшних 35. Кроме того, все оборудование будет работать в автоматическом режиме. Сейчас в котловане сооружают бетонные основания для будущего металлического здания. Сдать объект собираются в конце 2022 года. По словам представителей подрядчика, здесь используют современные инженерно-строительные решения. Проект очень сложный тем, что фундаменты здесь выполнены стаканного типа. Каждый отдельно стоящий элемент позиционировать тяжело. В общем, высокая вероятность каких-либо несовпадений. Но постоянный контроль, я думаю, мы без проблем закончим эту работу. Водочистные сооружения, обслуживающие центр Пытьяха, готовы на 95%. ВОЗ-1 расширились за счет современной установки, которая увеличит его производительность и повысит качество воды. Теперь, когда работы почти подошли к финалу, заказчик снова представил их общественности. Подробности в сюжете. За воротами охраняемого объекта подходит к концу реконструкция второй очереди ВОЗ-1. Здесь появился ряд новых строений. Из них самая заметная – цех с водоочистной установкой внутри. От него протянута трубная разводка, соединяющая два сердца ВОЗ-1. Также реконструировано 9 водозаборных скважин. Система целиком даст полторы тысячи дополнительных кубометров чистой воды в сутки. Общая мощность станции вырастет с 3 до 4,5 тысяч кубов. Если мы что-то чистим, значит, у нас образуется то, что нужно будет утилизировать. Как раз вот этим вопросом у нас и занимается канализационная насосная станция. Сегодня принимаем бетон, последние штрихи. Снаружи строители заканчивают отмостку, внутри завершаются работы по подключению системы водоочистки. Надо сказать, что это российская разработка и она почти полностью автоматизирована. Как нас уверяет поставщик оборудования, на сегодняшний день мы можем чуть ли не с сотого телефона управлять всей этой технологией. То есть это уменьшение работающих у нас, это исключение какого-то человеческого фактора ошибочного, все на автоматике. Стоимость системы 187 миллионов рублей. Основную долю выделило правительство Югры. Как отмечает директор Пытьяхского управления капитального строительства, вода будет действительно чистой, поскольку эта технология уже оправдала себя в других городах. Мы сейчас более того под эту технологию дополнительно сейчас разработаем проектные изыскательские работы для того, чтобы дополнительно через железную дорогу сделать еще один водовод. Потому что тот водовод, который раньше снабжал второй микрорайон, он достаточно уже поизносился. Это уже не первая промежуточная презентация объекта. Специальная комиссия на стройку наведывается регулярно. В контроле участвуют также глава города и представители прокуратуры. Судя по отзывам, оценка новой системе дается высокая. Особенно радует, что сократятся объемы сброса воды на грунт. Вода чистая будет на установках уже в июле здесь, но чтобы она пошла из крана у жителей, необходимо время. Люди должны понимать, потому что у нас очень старые сети, по которым чистая вода будет добираться до кранов каждой квартиры. Впереди пусконаладка. Как рассказал директор управления капитального строительства, новая система водоочистки позволит выйти на соответствие нормам Санпина. Сегодня это не более 0,2 мг алюминия на литр. Сергей Червяков также отмечает, что поставщик данной разработки находится в Томске. И поскольку процесс производства в ней очень тонкий, в первые несколько лет томичи будут контролировать работу всех систем. Павел Желтов, телерадиокомпания «Югра» при поддержке «Пытьях.Информ». За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб, один получил травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход. Вечером на улице Мира в Нижневартовске 21-летний водитель «Мазды» наехал на пешехода. По предварительным данным, он перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, это 61-летний мужчина, от полученных травм скончался. Госавтоинспекторы задержали 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 за отказ от медицинского освидетельствования, 1 за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 за нарушение требований к перевозке детей. В Нефтьюганске полицейские выявили факт хищения в 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МВД. Установлено, что директор Центра дошкольного образования незаконно получила субсидии. Злоумышленница предоставляла фиктивные документы, якобы подтверждающие понесенные ею затраты на покупку оборудования и игрушек, оплаты труда, организационно-распорядительные функции. В действительности же никаких затрат не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Югорчанке грозит 10 лет лишения свободы. Более 10 миллионов рублей перевела мошенникам семейная пара из Нижневартовского района. Злоумышленники представились сотрудниками кредитного отдела банка, а затем к ним присоединились и лжеполицейские. Они убедили югорчан набрать кредитов и перевести на указанные счета. Теперь их разыскивают правоохранительные органы. О самой популярной среди мошенников и все еще убедительной для югорчан схеме обмана в сюжете моих коллег. Схема, по которой работали мошенники, стала уже классической. Пострадавшей позвонила девушка, представилась работником банка и сказала, что на имя жительницы Нижневартовского района неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы не потерять свои деньги, вам необходимо взять зеркальный кредит, который отменит предыдущий, и установить программу АВАСАН для страхования кредитных карт. Установленную программу мошенники использовали для того, чтобы перевести взятый потерпевший кредит на якобы безопасную ячейку, с которой все деньги уходили злоумышленникам. Таким образом, неизвестные убедили женщину взять несколько займов и перевести средства на неустановленные счета. Вы смотрите, я вас информирую о том, что вы не имеете права перенаправляться на территорию отделения, пока не пройдет за трибанковское разведение. Так как мы не исключаем тот факт, что действительно возможная компрометация данных произошла именно из рядов в отделении. А именно из какого мы еще не выйдем в данной ситуации. Жительница района попыталась отказаться, но ей позвонили с подмененного номера окружного управления МВД. Мужчина представился старшим следователем и убедил югорчанку выполнять все требования псевдоработников банка. В последнее время участились случаи мошенниц, когда злоумышленники звонят по телефону и представляют сотрудниками полиции, либо других правоохранительных органов. А когда банки стали отказывать женщине в кредитах, мошенники переключились на ее мужа. Он также под давлением неизвестных набрал займов на сумму 4 миллиона рублей. Всего супруги потеряли более 10 миллионов 200 тысяч рублей, сделав в общей сложности более 400 переводов. Стоит отметить, что потерпевшие, как и многие, слышали о телефонных мошенниках. Однако не могли допустить, что сами станут их жертвами. Вы знаете о том, что существует телефонное мошенничество? Да. Вы сами сталкивались когда-нибудь? Ну, звонили. И как вы поступили в этом случае? Я спросил, позвонил к соответствующую службу, сказал, что мне звонили, дал номер телефона, и все, они занимались дальше. Знаю, слышала. А когда они сталкивались? Я сама лично нет, но мои друзья сталкивались. Вы знаете, что необходимо делать в таком случае, когда вам позвонят мошенники? Ну, как не отвечать, просто на номер и все. Вы знаете о том, что существует телефонное мошенничество? Ну, да. Сами вы сталкивались с этим? Нет, слава богу, не сталкивался. А если вам позвонят, вы знаете, как действовать? По обстоятельствам. Ну, нет, ну, как бы знаю, но никогда особо не сталкивалась. А знаете, как действовать, если вам позвонят мошенники? Ну, лучше с ними не общаться. Стоит прислушаться к советам жителей района. Просто прервать разговор и перезвонить в свой банк, номер горячей линии которого находится на обратной стороне вашей карты. Михаил Светошев, Эдуард Шарапов, телевидение Нижневартовского района. Специально для телекомпании «Югра». Теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. Наталья Комарова поздравила Сургутский государственный педагогический университет с 35-летием. Сургопо неоднократно становился лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» в различных номинациях. Система наставничества университета признана лучшей воспитательной практикой России в прошлом году. Работа волонтеров Центра «Сердце на ладони» отмечена на всероссийском уровне. Добровольцы Сургопо получили президентские награды. Студенческий педагогический отряд вуза в текущем учебном году победил во всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший студенческий педотряд». Спасибо вам, уважаемые преподаватели, дорогие студенты, за вклад в развитие образования, подготовку специалистов. Поздравляю Сургутский государственный педагогический университет с 35-летием, отметила губернатор в своем аккаунте. Школьники смогут ездить на экскурсии за счет государства. Об этом во время прямой линии рассказал глава государства. Материал об этом опубликовали новости Югры. Инструмент будет называться «Пушкинская карта», а сейчас он находится в разработке правительства. Молодые люди от 14 до 22 лет будут получать денежный перевод в размере 3 тысяч рублей, который в течение сентября-декабря текущего года и в следующем году смогут потратить на посещение учреждений культуры. Как отметили в Департаменте культуры Югры, Ханты-Мансийский округ станет активным участником данной программы. Директор ведомства Артур Латыпов пояснил, что в регионе действуют 39 музеев, 9 театров, 2 концертные организации. По Пушкинской карте югорская молодежь сможет выбрать и купить билет в единой витрине событий. Афиша на портале культура.рф. Фонд Михаила Прохорова поддержал проект нягоньского тюза «Уличный спектакль «Знакомьтесь, Нягонь». Представитель Югры стал одним из 23 победителей открытого благотворительного конкурса «Новый театр». Экспертный совет отсмотрел 251 заявку. Работа над спектаклем начнется осенью. Это будет прогулка по уникальному маршруту города Нягонь, соединенная с визуально-образным языком современного театра. Путешествие по разным культурным слоям, затрагивающим историю города, коренного населения, репрессированных, первостроителей, геологов и современников. Прогулки объединены, элементы документальной экскурсии, иммерсивного театра и живых инсталляций. Над постановкой будет работать Дмитрий Максименков, режиссер и продюсер театра эскизы в пространстве. Началось подведение итогов фотоконкурса «Открой Югром». Сегодня члены жюри обсудили работы 25 финалистов. Всего в конкурсе участвовало более 3000 фотографий. Две трети работ – это любительские снимки. В профессиональном сегменте члены жюри оценивали более 400 конкурсантов. Они представили почти 1500 фотографий. Участники могли заявлять более одной работы, ведь конкурс проводили по пяти номинациям. «Бережем природу», «Храним традиции», «Бьем рекорды», «Гордимся земляками» и «Возводим Югру». Абсолютный рекорд поставил фотограф из Коголыма. Она прислала 44 работы. Больше всего снимков оказалось в номинации «Бережем природу». Окончательные результаты конкурса огласят 12 июля, в День фотографа. Победители получат ценные призы, связанные с их профессиональной деятельностью. А также получат возможность провести именную фотовыставку в Югре. «Фотография – это инструмент архивации, инструмент летописи, потому что фотоматериалы – это определенная летопись нашей истории, история Югры. И, конечно, мы рассчитываем, что сегодняшний современный взгляд на Югру, югорчанина, попадет в архив Югры, и ее историю будет записан». Следить за новостями телеканала Югра можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok